У кого-то в школе будущего появится общежитие, у кого-то бассейн, фонтаны, большие парки и библиотеки. А командам Никиты Голицкого планируют даже площадку для самолета. Позаботились разработчики о том, куда девать летательные аппараты в будущем. Мы с командой «Комета» строим такую школу, которая должна быть у нас в будущем. Как «Комета» летит, так и будущее наше. То есть там у нас и бассейны пойдут, и всю ту клумбу святых таких красивых, елки. Там все будет у нас, даже самолеты в будущем будут садиться. На создание своего проекта у каждой из семи команд был час. Школа равных возможностей или школа будущего. Это общее учебное заведение для обычных детей и детей с ограничениями здоровья. И чтобы в будущем ничего не мешало дружить, в каждом проекте обязательно предусмотрены пандусы и дорожки для слабовидящих. Мы очень много занимались психологами. Нам проводили курсы, чтобы мы не боялись, во-первых, таких детей особенных, чтобы мы нашли с ними общий язык, как себя нужно вести. Не только доступная среда, но и вот та комфортная атмосфера доброжелательного, внимательного, терпимого отношения с учетом особенностей, возможностей, способностей каждого ребенка – это главная цель проведения такого форума. Форум собрал сотни участников из 14 общеобразовательных, профильных, санаторных и коррекционных учебных заведений. Дети прошли процесс адаптации в незнакомой компании, научились формулировать собственное мнение и аргументировать его. А главное – сотрудничать, находить общие решения и выступать перед аудиторией. Также у нас есть символ нашей школы – медведь. Медведь, который держит флаг. Речь идет о том, чтобы установить партнерские отношения, чтобы обрести новый опыт, чтобы получить возможности общения с любыми другими детьми. Отметим, что с 2011 года в Ростовской области действует госпрограмма «Доступная среда». Благодаря ей в учебных заведениях региона созданы условия для обучения детей с разными потребностями. Елена Ребжанова, Николай Андреянов, Дон-24, Таганрог.